привет мои дорогие друзья и зрители сегодня мы отправляемся в очередное путешествие по болгарии едем мы на дикий пляж ираклий и я надеюсь что наше путешествие вам понравится пляж ираклий находится примерно 50 километров от варны ехать мы туда будем примерно полтора часа в следующий раз мы включимся уже где-нибудь в обзоре и дома в обзор мы тоже хотим заехать это очень классное место для отдыха всем приятного просмотра мы приехали в обзор вот здесь как будто проводились дискотеки каждый раз проезжаю каждый раз вижу что здесь все закрыто что но мы видим в обзоре да в общем пока что ничего особенного ой ромашечки расцвели как здорово здесь от ромашки но обзорцы любят свой город и не тут и смотрю он какую-то лодку поставили о интересно это какая-то старинная лодка качеля думаю а вот здесь вот розы да очень симпатично они ухаживают за своим городом вот если посмотреть вот так перспективы так примерно но обзор я уже несколько раз снимала но если нам удастся мы обязательно заедем сегодня мой обзор поснимаем поподробнее здесь конечно я мочный ремонт все тут делается магазина открыты которые идут по сторонам дороге тут еще ремонт не закончился но вот там наверно уже дорога к отелям и к морю но мы туда потом проедем сейчас мы едем на пляж иракли погода сегодня не очень ясная поэтому возможно нас где-нибудь накроет обязательно дождик но может и нет красота обзорцы молодцы сколько роз боже мой это супер болгария это страна роз и мне очень нравится когда розы используют в интерьере своего города прекрасно и они продолжаются продолжается втеть по всей дороге вот заправка лукой работает дизель 364 все мы едем в коры обзор закончился нам осталось ехать всего несколько километров но дорога мы свернули с основной трассы дорога не очень хорошая но произною так скажем но дорога к пляжам болгарии к сожалению вот почти всегда находится в не очень хорошем состоянии мы это заметили и по другим пляжам просто здесь эмона это типа заповедник природный заповедник и пляж иракли называется эко пляж то есть экологичный пляж мы приехали вот пляж мало иракли вот этот указатель теперь нам надо направо поедем на пляж иракли вот здесь вот какая речка так ну вот мы едем по можно сказать безлюдной местности тут какие-то заповедник да это заповедник пляж иракли прямо пляж и рековая вон туда можно проехать в дорогу все пока что перешла в грунтовую и вообще не знаю посмотрим но нам осталось двести восемьдесят метров то есть 300 метров по такой дороге посмотрим мы идем на пляж пешком потому что дорожка вот такая мама дорога вау ай я прилипну так ну у нас сегодня просто эко-тропа причем после дождя пройдем как ты думаешь но здесь лучше и машина бы даже здесь пошла просто никто не хочет через этот эту грязь ехать так вот идем слушаем птичек просто славьи нас ждут большие сложности на обратном пути но сейчас пока мы еще бодрее веселы он какая дорога ее размыло но насчет ресторана не обещала и обещала бестро говорят что на этом пляже есть бестро так ну давай ты 1 буду тебя снимать все дорога размыта ползем по экотропе ужасно то ужасно на самом деле были дожди постоянно поэтому дорога вся размыта вся грязно машина по ней конечно завязнет ну человек везде пройдет вот так выглядит наш маршрут такая дорога но она уже песчаная то есть видно что песок это обычная обычная составляющая этой почвы но может еще глина конечно есть вот такие здесь дубы вот такие листики дубовые красивые сочные вот тут люди стоят да 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 мы уже приближаемся куда то что море уже здесь сквозь дубовые листья ну тут светится уже если мы сможем тут спуститься но вроде машина спускает наверное мы сможем резко резко вниз вообще это природный заповедник и здесь есть уникальные виды растений и животных но животных в плане я думаю качать нибудь насекомых может быть потому что так я не знаю какие тут могут быть животные так вот мы куда-то выбираемся так дорога переходит в тропинку там дальше стоит большая палатка вот все добрый день добрый день добрый день так и куда а это это кафе супер а здесь все время стоят палатки посмотри и вот здесь тоже просто как они сюда подъезжают к этим палаткам вот видишь да все да то мы пришли вообще как у нас сюда пробраться дальше так дальше там песок а вот смотри какие грибы вот грибы видишь белый поганки белый ой добрый день добрый день добрый день добрый день а ну тебе кафе меня молится у меня нет у меня коры а ну ладно deu да да А там нудисты? Да. А другие люди нормально? Да. Смесеный. Смесеный? А, добре. Вода теплая? Не теплая? Хладно. Вау. Такой ветер. Я вот думаю, что в том-то как полетит у нас. Так. Ну все, мы очутились на пляже. А ничего не работает, видите? А уже середина июня. Но пляж шикарный, конечно. Красиво. Я знаю, что ты ведешь на нудистки пляж. Ой, кошмар. Тут кругом нудисты. Так. Ну, ребята, вот так выглядит наш пляж. Мечта. Вода очень чистая. Просто супер. Да. Но тут всякие ходят люди. Одетые тоже. Сказали, что тут смесен пляж. Всякие дети. Но тут некоторые прям нагло позируют. Вот такой белый-белый песочек. Вот красивый и хороший пляж. Но дорога к нему, конечно, не фонтан. Кафе не работает. Я думаю, что вот там все работает. Кафе не работает. Кафе не работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что с водой? Ой, вода теплая. Вода очень теплая. Да, и теплее, чем на золотых песках. А что это? О, и тебя проткнуло? Да. А что это? Это же растение или что? вот эта вот такая штука втыкается в ногу. Итак, что можно сказать об этом пляже? Если вы не собираетесь останавливаться здесь в кемпере или в палатке, а приехали просто искупаться, вам лучше повернуть на указание рековая или проехать прямо к кемпингу. Пляж рековая. Вот туда. Тут можно ехать на пляж рековая. Так, вот он. Вот здесь есть такой специальный значок, что можно кемпером и палатке. В этом есть преимущество этого пляжа. И вообще всех диких пляжей. Вот здесь есть такой паркинг. Да, сейчас. Можно на этот паркинг поехать. Ой, красиво тут. А мы сейчас тут объедем, посмотрим, что это. Ваня. Стой, я там схожу, сниму. А, и тут прямо на пляж. Супер. Да, вот тут прямо выход на пляж. То есть мы по этой хорошей дорожке приехали на пляж, здесь находится вот этот этапный комплекс вае. Да, красиво. Обратите внимание, как здесь все сделано. Здесь все красиво, ухожено. Все ясно. Там есть ресторан по Нароманью. Вот оно, чудесное место. Морской пляж, морский пляж, рекомендую. Община Несибра, область Балкас. Вот здесь вот все. Где барная, где какая панорама. Так, сегодня здесь душ. Это у нас сегодня 15-е. Бары Дима, 150 метров. Ну, пока что не вижу. Вот такой красивый указатель, но очень не вижу. Вот у этой самой скалы как раз находится вот этот вот комплекс. Ривер Вауна называется. Ну, или Рика Вауна. Ну, там находится ресторан, который, по-моему, тоже закрыт. Здесь все есть на английском. И сам комплекс просто обалденный. Вот такая кибана чудесная. Здесь красивая. Так, Витя меня ждет. Как я тут хожу, снимаю. Очень цивилизованный, красивый комплекс. Это называется Риковая. Вот этот комплекс Вауна. Может быть, надо вон туда еще проехать? Там, я думаю, корпуса тоже есть. Ну, а еще вот такой комплекс шикарный. Здесь проход к воде. Здесь есть магазин. Смотрите. Наше путешествие на пляж Иракли закончилось. Вы сами все видели. Могу только добавить, что 85% территории курорта Иракли вокруг реки Вае и пляжа находятся в частной собственности. Всем пока, всем добра и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова